Обмен мнениями и конструктивный диалог. Первые публичные дебаты участников предварительного голосования на выборы в Госдуму прошли в областной столице 2 апреля. Основной темой стала социальная политика, здравоохранение, образование и в целом сбережение нации. Пять участников не только высказывали свою позицию, но и отвечали на вопросы из зала. О результатах дискуссии расскажет Егор Канавин. Зал Центра культуры Красный угол заполнен до отказа. За импровизированными трибунами пять кандидатов в кандидаты. Глава Вологды Евгений Шулепов, председатель областной федерации профсоюзов Валерий Калясин, председатель молодежного парламента Вологды Кирилл Ковалев, руководитель общественной организации Ариапак Анна Христунова и директор торговой сети Сергей Смирнов. Все они участники предварительного внутрипартийного голосования, по итогам которого станет понятно, кого Единая Россия поддержит на сентябрьских выборах в Госдуму. Демократическая процедура – открытый формат. Каждому две минуты на вступительное слово, в котором основные принципы социальной политики, как их видят участники. Нельзя допустить, что в богатейшей стране мира на сегодняшний день было 19 миллионов человек, которые не могут сойти консистенциями. В основном это работающие люди. 60-70% из них – это семьи. Не можем мы с этим согласиться. Вот поэтому мы все сделаем для того, чтобы этого не было. Спасибо. В речи главы города Евгения Шулепова короткой строкой основные достижения областной столицы. Демографический рост. Более 5 тысяч детей ежегодно появляются на свет. 4,5 тысячи мест в детских садах, которые были созданы за последние 7 лет. Спортивная динамика. В этой системе сейчас каждый третий волокжанин. Далее вопросы от зрителей по наиболее актуальным темам, например, развитию инфраструктуры. В настоящее время молодые семьи покупают жилье в новостройках, которые застраиваются на окраинах города Вологды. И нас беспокоит развитие инфраструктуры. Сегодня застройка идет целыми микрорайонами. Застройка идет комплексная. И при утверждении проектов мы обязательно смотрим, чтобы в этом микрорайоне были прежде всего созданы условия для жизни. Это наличие детских садов, это школы, это магазины, это аптеки, это зеленые зоны, это спортивная инфраструктура. Также зрителей волнуют темы транспорта, трудоустройства инвалидов, популяризации спорта и общественная активность молодежи. Причем не планы, а реальные дела. Вы как руководитель молодежного парламента, расскажите, пожалуйста, о тех инициативах молодых парламентариев города Вологды, которые на сегодняшний день есть. Буквально недавно мы провели мониторинг рейд по ночным клубам и заведениям города Вологды. К сожалению, в местах, где запрещено присутствовать несовершеннолетний, нет, не указаны вот такие вот злосчастные заведения, как кальянные. Поэтому мы на ближайшей сессии, которая буквально вчера состоялась, приняли решение о том, чтобы обратиться к Вологодской городской думе, чтобы внести эти места в перечень запрещенной. А многие законопроекты требуют и поддержки на федеральном уровне. Каждый из кандидатов уже четко представляет, как будет отстаивать интересы региона, став депутатом Госдумы, и какие инициативы будет выдвигать. Создание условий для развития экономики. Сегодня мы топчемся на месте. Это первое. Второе. Межбюджетное отношение и федеральная власть должна все-таки повернуться лицом к городам. Люди живут именно в городах. Сегодня, к сожалению, основные деньги уходят в Москву. И третий момент. Это, конечно же, самый важный. Это создание условий для оздоровления нашей нации. Дебаты в рамках предварительного голосования впервые носили столь публичный характер. Кроме зрителей в зале, дискуссию смогли увидеть все желающие в любой точке мира. Трансляция шла на сайте «Единой России», в социальной сети «Одноклассники», на официальном канале администрации города Вологды на видеохостинге YouTube и сайте информагентства «Вологды. Регион». Очень понравилось сегодня выступление. На самом деле, я считаю, что открытые достаточно сегодня получились дебаты. Познакомились с участниками, определились с ихими целями, что они хотят вообще внести, показать. Я думаю, что люди уже себя сейчас позиционировали, за кем они все-таки отдадут свои голосы. Такие дебаты на самые разные темы пройдут по всей области. Каждый участник предварительного голосования должен принять участие как минимум в двух дискуссиях. Сейчас на предварительное голосование на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» заявилось 14 претендентов. Заявления будут принимать еще неделю, до 10 апреля. А само предварительное голосование назначено на 22 мая. По его итогам и станет ясно, кого в Алакжане, а значит и партия, готовы поддержать на выборах 18 сентября. Егор Канавин, Михаил Прищев, Максим Тышковец, Вологды Портал. Продолжение следует...